Начиная с середины 20-го столетия и до его конца Россия участвовала в кровопролитных войнах, Великой Отечественной, Афганистан, боевые действия в Чечне. Каждая война рано или поздно заканчивается, но бесследно не проходит никогда. Вот и в семье Семилетовых вторая чеченская кампания оставила навсегда свой жестокий след. В боях в Грозном погиб Алексей Семилетов, его посмертно наградили орденом мужества. Но близкие почти 20 лет спустя делятся. Боли от потери родного человека меньше не стало. Подробности у моей коллеги Карины Гегалаевой. 2000-й год стал самым страшным для семьи Семилетовых. И тогда, и сейчас, 19 лет спустя, Мария Васильевна не может слышать без слез родное имя – Алеша. Он погиб в боях за площадь Минутка в городе Грозном во второй чеченской войне на 20-м году жизни. «В армию сильно хотел. Но я не хотела. У нас как раз вот эти события были в Чечне. Хотела, чтобы подальше отправили. Отправили во Владимирскую область. А он оттуда писал и вот уехал в Чечню». В Чечне он воевал в составе 21-й Софринской бригады. Родители узнали об этом за несколько дней до его смерти. 13 января он приехал во Владикавказ и решил все рассказать семье. Алексея они видели тогда в последний раз. 3 февраля его не стало. Алешу накрыло осколками разорвавшихся мин. Он пытался спасти своего командира. Орден мужества Алексею Семилетову вручили посмертно. Вы благодарственные письма получали от командира? То есть он всегда обещал себя? Да, да, да. От командира присылал письма ей, да. Ну вы каким он все-таки был? Расскажите. Ну как? Как все дети? Ну общительные, веселые. У Марии Васильевны и Василия Николаевича 8 детей. 4 девочки и 4 мальчика. Алексей был шестым ребенком. Каждый, кто знаком с Семилетовыми, в один голос говорят – порядочные, добрые и честные люди. Причем это касается всех представителей большой семьи. А год назад Чита отметила золотую свадьбу – 50 лет. На торжестве все, включая внуков и правнуков, не хватало только одного – Алеши. Ну вам Алеша вспоминается очень часто, очень часто вспоминается. Вот. Временами даже с мокрыми глазами. Ну часто. Хороший был. Братишка. Добрый очень, отзывчивый очень. Всегда помогал. Чтобы не попросишь, во всем помогал. Об Алексея до сих пор тепло вспоминают и в его школе. Он учился в 16-й гимназии. Теперь там есть уголок воинской славы в его честь. А на 73-ю годовщину Великой Победы перед главным входом в школу повесили мемориальную доску с портретом Алексея Семилетова. Герой. Так о нем отзываются его учителям. Алеша – один из тех учеников, которые всегда запоминаются. Замечательно. Мы его любили все. Вот по воспоминаниям учительницы начальной школы Ирины Максимовны, она говорила всегда о нем так, что Леша – это был такой человек, который во что ни попроси, все он всегда сделает. Ему даже иногда и говорить не надо было. Память о герое, который погиб, защищая родину, хранят в фотографиях, в альбоме, в газетных публикациях. Но главное – она хранится в сердцах близких людей, глубоко внутри. Там, откуда ее ни в силах изъять ни время, ни обстоятельства. Карина Гигалаева, Иван Гутехов, Сергей Дедикаев. Новости ОСИТИ.